И все, привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной интересный игровой видеоролик, посвященный новому устройству адреналин. Сегодня мы переходим уже наконец-таки плавненько к тому самому фрезу, на котором раньше я очень сильно любил играть. Но в последнее время я вообще практически никогда не одевал данную пушку. Сегодня мы потестим адреналин на фреза, как я уже сказал. Но играть я буду не с Харьком, потому что с Харьком это будет максимально легко, максимально изично. А одену для разнообразия и для сложности, наверное, какой-то определенной своей. Одену я Васпика, рассмотрим табуреточку Васпика фреза с адреналином. С адреналином на фрезе я сыграл, наверное, пару-тройку боев, но особо много вообще не катал с данным замечательным устройством. Но показывать он себя должен просто великолепнейший. И я надеюсь, что сегодня у нас получится реализовать на максимум данное интересное вооружение. Главное, чтобы нам попадались небольшие карты. Если будет какие-нибудь там шоссе или еще что-то огроменных размеров, то я думаю, что там результат хороший мне не удастся показать. Но что касаемо боев, то сегодня пикаем контроль точек, захват флага по дрону защитник, как всегда. Ну и если вам заходят игровые видеоролики, то обязательно не забывайте прожимать лайк. Как только 150 лайков на данном видеоролике набирается, сразу же записываю следующую часть данной замечательной рубрики. Ну или как там, ну как хотите, короче, так и называйте. Рубрика это или просто игровые замечательные видосы. Ну и в комментариях тоже напишите, какое вооружение вы бы хотели увидеть в следующем в данном формате. Запикиваюсь я уже на шоссе, и я вижу супер-мега-крутейшую карту. Ну почему я вот такой вот победитель, друзья? Объясните мне, пожалуйста. Ладно, все-таки это игровые видосы, карты я перепикивать здесь не буду, шоссе так шоссе, окей. Что мы можем сделать на шоссе на вас по фрезе? Я знаю, что мы можем сделать. Мы можем просто-напросто либо близко играть с противниками и контролить точки, либо же просто ехать на вражеский респ. Я думаю, что пока что я поиграю близко с противником. Дабы понять вообще, как они забирают точки, а потом, если что, уже полечу выносить вражеский респ. Смотрю, тут молодой человек какой-то заныкался и хочет у меня точку забрать. Ты куда, друг? Куда ты мои точки берешь? Все нижние точки я буду контролировать максимально четко и максимально грамотно. Поэтому он может даже не думать о том, что у него будет шанс забрать какую-то мою нижнюю точку. Нифига себе, все играют с жигами на устройствах, на компактных баллонах. Блин. А у меня на васпике, наверное, только защита есть от поджога. Хотя можно было бы, наверное, ее тоже взять. Сейчас посмотрим. Может быть, даже я ее возьму себе, защитку от поджога. Если это будет так жизненно необходимо. Играем, кстати, друзья, конечно же, на двадцатке. Не хочу я здесь нигде модули переодевать. Поэтому обычная, стандартная, дефолтная двадцаточка сегодня у нас присутствует. Так, пока мой молодой человек, а именно сокомандник, захватывает точечку, я полетел-ка подстрахую другую. Так, здесь точка тоже захватывается. Ну, тогда можно потихо, наверное, уже двигаться вперед. Потихо пытаться контролировать вражеский ряд. Потому что по очкам у меня пока что все не так хорошо. Блин. И... А, я снаходил. Арта. Резистов от фреза, к слову, друзья, сейчас в матчмейкинге практически вообще никогда не бывает. И это очень даже неплохо. То, что от такой замечательной пушки на адреналине сейчас резист практически нигде никогда не берут. Ней можно нереально много вообще набивать. Если, конечно, это будет нормальная какая-то карта, а не шоссе ЦП. Потому что все-таки это, можно так сказать, вооружение ближнего боя. И когда вам дропает такая здоровенная, ненормальная карта, то у вас, понятное дело, все великолепно получаться. Ну, никак не может. Ну как? Ну что вы будете делать на... У вас по фрезе на здоровенной карте. Только контролировать какие-то определенные точечки. Но тогда вы не будете наносить большого количества урона по противнику. Соответственно, если вы не наносите большое количество урона по противнику, вы не зарабатываете большое количество очков и опыта. Поэтому здесь, в принципе, для меня, наверное, ничего удивительного нет. То, что я болтаюсь где-то в середине списка. Но расстраиваться на этом точно не стоит. Надо просто двигаться вперед и пытаться, например, подконтролить вражеский рез. То есть, рез там законтролится, то можно будет уже, я думаю, что и попытаться дополнительные кильчики подзаработать. Так, здесь как раз жига, ну ладно, не успеваю ее забрать. Можно фреза забрать. Плюс ко всему этому, друзья, вы знаете, как работает адреналин. И чем у вас меньше хп, тем больше урона вы наносите. А на фрезе это, безусловно, плюс секунды, с которыми вы быстрее уничтожаете противника. И это очень-очень даже круто и эффективно работает. Мне в этом плане адреналин очень симпатичен. И я, честно говоря, если продолжу играть на фрезе, то я думаю, что для себя открою новые нагибаторские какие-то и режимы под это вооружение, и какие-то схемы игры самой. Потому что, ну, реально жестко будет. Реально жестко. То есть, даже в ВВПшках, в любых, вы можете взять фреза, например, там, на полигончике викингов фреза, и вы просто офигеете, насколько жестко вы будете разваливать своего оппонента. И как по опыту, и вообще, в принципе, с какой скоростью вы будете уничтожать противника. Поэтому адреналин в этом плане, ну, просто супер-мега-крутейшая бомбическая вещь. Но не на все пушки, к сожалению, да. Есть определенные пушки, с которыми данное устройство не является, наверное, сверх-таким крутым и нагибаторским. Первое место, к сожалению, в этой катке я не зарабатываю. Но забираю я свои 6 замечательных звезд, получаю сразу же быстренько свою любимейшую крит-ошибочку. Не знаю, почему. Потому что я сыграл, ну, всего лишь один бой. То есть, за один бой сразу крит получать, это как-то, наверное, даже жестко. Поэтому сразу же, сразу же летим в следующий режим. Это у нас будет уже захват флага. Если сейчас здесь все сложится великолепно и будет тоже быстрая досрочка, то я пикну еще один боёчек в контроле точек, дабы, ну, наверное, попасть на какую-то такую средненькую карту и уже попробовать сделать максимум. Мне самому интересно просто, а сколько вообще реально на вас по фрезе заработать опыта? То есть, если я там в той катке заработал 200 с копейками, ну, это было шоссе, да? Сколько я смогу заработать опыта на небольшой карте? Вот, например, даже на Александровске в ЦТФе. Сколько я здесь смогу поднять? Как вы думаете, друзья? Можете даже в комментариях написать, а потом посмотреть, были ли вы правы или нет. Так, 9 мин ставит молодой человек. Ну, конечно, я их объезжаю. Может, ничего, ты ставишь мин? Кому ты ставишь, тем именно дружочек? Дружочек, дружочек мой хороший. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как тяжело сейчас было выкручивать. Там, ну, всё равно это рисует я не уйду. Чуть бы еще, ну, буквально, одна секунда, я бы уничтожал ба-тита на рисунок. Но, к сожалению, мне сил и сил чуть-чуть не хватило. Так, может быть, это хорошо, если вы так слили. хорошо попробуем сейчас через тыльчик но влететь по-быстрому тому же у вас космока походу меня заметил они заметил долетим по красоте там наверно мины стоят под правую зону ну ладно я объеду просто не буду сейчас стрелять так хорошая траектория титанчик наверное здесь ничего не сделает печку на всякий случай прожмем здесь уже можно и бомбочку лепить бомба никого конечно не уничтожил но так чисто для страху для страху поставил если вдруг там кто-то захочет на меня показать а я так об бомбочку влепил и все испугался правильно конечно куда вы думаете они поедут уже не поедут никуда когда им бомбочка в лицо прилетает я думаю что он сразу страх у всех появляется не думаю да ну нафиг не буду я ехать еще от бомбу сейчас как солюсь зачем мне там надо так что-то носит она риса хорошая титана хорошо еще бомбочку поставлю чтобы там даже не думали за мной бежать и аптечечку очень великолепно мне получается мне даже нравится как у меня все получается чтобы минус не падать вообще великолепно было вот так 20 вас по фриз пока себя показывает великолепнейшие мне нравится и по киллам заходит в ближнем бою и флажки уходят как метеориты так и теперь можно будет еще наверно через право попробовать по крайней мере об лично его забрал лично 2 забрал увидите насколько быстро уничтожать его противник так мне надо этого меню рослить человечек очень много мин ставят где это викорелься который ставит мида там уже столько мин на их базе сейчас я буду каждый раз заходите каждый раз я буду падать минус ну что там уже такие моментики особо неприятные мыша в планшоте с бустером играет так ладно попробуем давайте пора ехать через левый фланг через левый фланг найти викинга рису уничтожить ее и потом уже попытаться так мало только не попади потом уже попытаться там чешу целиться можем ничего увидите за мной вы проигрываете катку 20 в 20 сливайте катку и вы едете он может меня не понимала логику этих игроков просто вот тут я не могу понять если вот вы понимаете логику этих игроков напишите по этому поводу я не могу понять начал просто вместо того чтобы ехать увозить с увер драйвом флаг едет на меня но это какой-то вообще провал пол меньше так викорелься я уже заметил она меня заметила интересно здесь меня тоже есть опа вот и викорельцев зря бомба поставил я забыл что у меня бомба я думал что у меня овердрайв хайка а это бомбочка на воспе зря я поставила на это по инерции как говорится бывает такое происходит ничего страшного в этом нету сейчас быстренько заберу это какой-то чел какой-то мой любимый друг по ходу ничего он постоянно по мне стреляет мог уже не знаю сколько флагов этот молот увести постоянно едет зачем стрелять мне не мешал только не сегодня так все я еду увозить но поехал да боже он поехал да что прожать овер бог ты мой это гений это просто гений ладно мне то чем мы выигрываем 20 у меня почти 300 очков все великолепно складывается пусть фокусе от меня ничего страшного главное что флаги наши не увозили победка в кармане и все значит великолепно так плюс килл даю я ну тут они дают конечно жестко это уже как бы и шансов то особо у меня нету на улоз когда там по пять-шесть танков стоят в дефе у меня грубо говоря ни один танк не этого так как бы не приходится что-то выдумывать не говорит что этом не могу увести флаг по каким-то определенным причинам вы сами все видите так здесь надо увозить это пиле надо увозить надо помогать своему мальчику на всякий случай что вы испугался срабатывает ухты как рельса больно бьет ухты же бог ты же мой она же меня сольет я не доставлю я не доставлю повезло если честно повезло потому что скорее всего рельса должна была меня уничтожать не знаю как это получит что он меня не убил но это везение я бы сказал мой тяжелый вас пик был бы вообще великолепен наверно для меня как вы думаете друзья помните я говорил о том что хочу вас пика тяжелого но я не взял его потому что было нужно немножечко другое устройство но сейчас бы наверно в этой карте бы тяжелый вас как бы был бы очень даже неплохо три минуты ой три минуты говорю три флага видео 304040 и что мы смогли сделать данные молодые люди абсолютно ничего отличная замечательная интереснейшая победа ну и давайте пикнем еще одну цепашечку я надеюсь что она будет быстро я все-таки хочу посмотреть максимально на то как себя приз сможет показать в контроле точек вы сами видите что резистов от приза вообще нету да и вообще в последнее время я даже не вспомню когда игроки брали резистов приза в матчмейкинге все-таки на этой пушке практически никто сейчас не играет но она показывает себя максимально круто если честно притом рассказать что и резистов нету не по ближней бою да если ее сравнить например если ее сравнить с тем же тем же тем же тем же чем же ее можно сравнить с той же жигой да как бы если жига будет бить по 50 а здесь будет фриз у вас с адреналином то я думаю что даже фриз адреналином будет себя показывать чуть-чуть получше поэтому можете себе тоже намотать на ус данное интересное вооружение и задуматься о том если у вас нету вас по фреза но вернее не вас по вообще фреза адреналина задуматься о том чтобы его приобрести это одно из немногих устройств которые реально ну стоит того реально стоит того это не какое-то там нубство да по типу каких-то там вестников смерти еще чего-либо да где надо иметь какой-то определенный подход и правильное действие да дабы была реализация своего устройства здесь вам достаточно просто ну как бы приобрести его и играть так же само как вы играли на простом фрезе если нам ничего придумывать просто вы получаете дополнительный плюс за счет большего дэмэджа по противничку а его вы получаете за счет того что у вас начинают терять чуть-чуть побольше до снимать копошечку а урон ваш просто начинает расти все гениально просто и очень даже приятно и дополнительно конечно же прибыльно ладно прошло полторы минуты у меня уже сто шестьдесят очков это очень хороший показатель но есть одно большое я бы сказал так большое но как-то надо выигрывать и поэтому надо еще постараться все это дело реализовать против осмотрю там уже игроков термите пиклей новых гибаторских поэтому надо бомбочки ставить хороший прокатит на плохих бомбах надо внимательно отыграть и конечно постараюсь делать максимум но ничего пока что друзья не обещаю возможно здесь и не получится эту каточку потянуть было неплохо конечно заплатить постараться ее выиграть 64 ведем но это только только начало вы сами знаете что это цепь здесь все будет решаться самый самый конец друзья если мы не дадим отрыва то будет все очень на тоненького повезет не повезет там уже по ходу боя мы вместе с вами увидим и поймем пока пилы бьются минусы падают и за ну ну как вот я прыгал просто обычно прыгал вперед обо что из зацепился обо что я не а вот не понимаю как это происходит меня порой так умиляют эти минусы ты едешь просто вперед и как-то ну нелепо падаешь но это какой-то бред я честно как это работает мне уже даже не то что обидно иногда даже смешно от того как я падаю профессионализм не пропьешь как говорится поэтому друзьям не стоит ничему удивляться 94 видео надо дальше терять 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 еще раз терять очень много хорьков против но это не удивительно если честно когда-то можно я так это будет друзья постоянно говорили раньше чтобы там не хватит этого нерфа хорька так и не увидел но пока четыре сотни я уже набил за четыре минуты четыре сотни друзья а вас по фрезе это не хариок друзья это не хариок это вас это замечательный супер мега крутейший быстренький уаспик поэтому запоминаем запоминаем друзья запоминаем вооружение очень хорошее замечательное раньше я помню на вас по фрезе был у нас видеоролик где я играл с шоковой заморозкой то вооружение мне тоже нравилось хорошо показывал себя в цтф очки но прелесть вся данного вас по фреза не в быстрой заморозки и большой заморозки противника а в том что вы можете ко всему прочему нанести большое количество дэмэджи и это огромнейший плюс просто нереальнейший большой плюс за счет которого можете также набить большое количество кило пока у меня 22 кило но я хочу здесь попробовать набить сколько могу набить ну хотя бы тридцатку хотя бы тридцатку постараться оттуда ну и выиграть бой безусловно она выглядит и забирают я погнал сразу через центр вот так супер траектории и вот сюда контроль и точки более не добил я видно можете мы эту точку захватили там пацаны захватили о хочет очень плохо друзья что цене захватили еще уже драйва пойдут последние полторы минуты до конца будет очень больно если честно будет как-то точки дополнительные забирать через вес попробовать поиграть как это происходит так жестко всегда а друзьям самому надоедает падать минус честно говоря честно говоря хоть я и люблю отдыхать но настолько часто это уже даже подвешивает 57 до конца к видео пока ведем пока ведем друзья пока ведем но все может очень быстро закончится надо попытаться забирать еще точку в инди боковую башечку например 30 секунд до конца друзья на победку играть уже без разницы что происходит на просто пытаться точку заплатывать на расстоянии тянет давай 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 5 сек 5 сек но но нужен нужен уже нет ход ничейка на успеем это ничейка но здесь вы уже видите да как бы что из себя представляет вас по фриз и как он себя вообще показывает да если бы еще бы я в минус не падал бы каждую секунду я думаю что результат был бы еще лучше вот такой вот видеоролик у нас все друзья получился если вам понравилось то обязательно забывайте поддерживать лайк данный видос не забывайте подписываться на канал участвовать в конкурсе на 3 миллиона кристаллов ссылочка на него в описании конечно же как всегда имеется выполняйте простецкие условия участвуйте уже в данном замечательном конкурсе потому что ну там уже надо надо обязательно участвует друзья хорошие призы прям замечательные даже сказал призы но и пишите в комментариях по данный видеоролик какое сочетание вы бы хотели увидеть следующий у меня друзья на этом сегодня все всем удачи и всем пока